Пасхи 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 Цените божественное, цените это в своей жизни. Многие люди, все, к чему их стремится душа, это материальное, это нажива, это вот здесь и сейчас, прямо сейчас. Не хотят думать о вечном, не хотят думать о будущем, не хотят инвестировать в жизнь вечную. Как Иисус сказал, не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте себе сокровища на небесах. Многие люди говорят, это бред, мне сейчас надо, мне сейчас надо, мне сейчас. И все, что они заняты, они собирают сокровища здесь на земле. Знаете, было два брата, Исаак и Яков. Один ценил благословение, а другой нет. Старшему Исааву они принадлежали по праву первородства. И Яков родился вторым. Он, по идее, не мог рассчитывать на первородство, но он очень сильно хотел это благословение. Потому что в Израиле первый род, первый ребенок получал все благословение отца. Основное благословение шло к первому ребенку. Исаав это знал, но не ценил. И тогда Яков хотел купить у него и предложил. Потому что была ситуация, Исаав был охотник, и он был на охоте целый день, ничего не поймал и был ужасно голодный. И тут Яков, хитрый, сварил какую-то кушанье, просто баланду какую-то, сварил чечевичную похлебку. И тот такой сказал, дай мне есть, ибо я умираю. День прошел. Дай мне есть, ибо я умираю. Он говорит, я дам тебе поесть, давай, сделаем сделку, давай, exchange, ты мне свое благословение продашь, а я тебе дам вот эту тарелочку с супом. Он такой подумал, Исаав, и говорит, зачем мне это благословение, его нельзя потрогать, его нельзя пощупать. Оно как есть, как и нет, непонятно. А вот тарелка с супом вот сейчас прямо здесь. И он говорит, давай. Он говорит, все по-честному, ты мне продаешь свое благословение. Он говорит, давай, взял в тарелку супа, съел. А это не то, что, знаете, борщ, который ты поел, наелся, и тебе хорошо. Это просто какая-то из каких-то непонятных растений, каких-то ягод или из чего она вообще, чечевица. Бобы что ли. Такая похлебка. Главное, чтобы набить живот, главное, чтобы набить желудок. И он продал, он не ценил. Вы знаете, впоследствии Яков, он даже обманул. Он всеми правдами и неправдами хотел быть благословенный. Готов был даже обманывать. И знаете, Бог действительно благословил его, Якова. Обманщика, представьте. Только по одной причине, что он ценил благословение. Он потом заплатил. Ой, как он расплатился в жизни за вранье и за обман. Но он был благословен. Его имя было изменено на Израиль. А вот когда Исаак узнал, и он пришел к отцу, знаете, перед смертью, отец передает это благословение. Возлагает руки на сына. И так вот происходит, что сын должен был принести кушанье, поймать какого-то зверя, приготовить вкусный обед. Потому что Исаак любил очень вкусно покушать. И вот он ждет. И вот сейчас вот это вот благословение передача. И сюда пролез Яков. Он сделал кушанье и обманул его отца. И принял это благословение. Потому что отец был слепой уже. И когда Исаак узнал, что брат украл у него, обманул первородство, он хотел убить его, а Яков уже убежал. Уже убежал. Далеко не догонишь. Но с благословением. Исаак рвал, метал. Он просил отец, но благослови меня. Он говорит, не могу больше, я уже отдал. А кто это был тогда перед тобой? Если это не ты был, кто? И он понял, это был Яков, младший брат. А Исаак не ценил благословение. Знаете, многие люди не ценят божественные вещи. Не ценят духовные вещи. Их интересуют только деньги. Только наживо. Цель это просто вот обогащение какое-то в жизни. Послушайте, неплохо жить, хорошо. Это неплохо. Но цели-то у нас совсем другие. Потому что мы знаем, что если мы будем иметь Бога, мы будем иметь все. И будем всем обладать. Исаак и Иаков это прообраз двух братьев. Это два брата прообраз того, как люди относятся к благословениям. Одни ценят, они стремятся, а другие говорят, а что там собрание, а что там молитва, а что там Слово Божие, а что там Библия, а что там и так далее. Знаете, и потом мы видим большую разницу. Мы видим разницу между людьми. И мы говорим, о, ничего себе, Бог, лицеприятие. Нет, у Бога нету лицеприятия. Просто один готов жизнь положить за благословение, а другому ему все равно это благословение. Он думает, а, оно со мной рядом, оно никуда не уйдет. Ну, и Сава-то ушло. Это невозможно, но это произошло. Поэтому цените благословение Божие. Цените церковь, которую вы посещаете, духовную семью. Цените это. Многие люди говорят, а, что там эта церковь, там уже ничего. Нет, цените, это ваша семья. Это то, где вы растете. Это то, где вы есть. Иисус придет не за одним человеком, он придет за невестой, за церковью. И Духа Святого он вылил не на одного Петра, а на тех, кто был там. Кто бы там ни оказался, Дух Святой излился бы. Это было рождение церкви, день Пятидесятницы. Итак, тема проповеди будет называться «Самое большое чудо». Самое большое чудо. Когда Иисус был на земле, Он творил чудеса. Он творил чудеса, которые невозможно объяснить. Невозможно логически объяснить. Как это могло быть? Например, воду превратил в вино. Как? Вода никогда не может стать по химическому составу вином. Никогда. Это невозможно. Как Иисус мог давать зрение слепому человеку, не имея медицинского образования? Как Иисус мог воскресить мертвого? Знаете, в Израиле, когда человек умирает, его в тот же день хоронят. Потому что там жарко. И он четыре дня, Лазарь был в огробе. Он был разложившийся. Это был гной. Если бы ты, может быть, захотел бы взять его, например, через четыре дня, то это была бы, может, просто жидкость какая-то. Мешок с костями. Иисус отозвал его. И вы знаете, Лазарь, когда воскрес, он не ругал Иисуса и не говорил, зачем ты меня воскресил? Он был рад. Он возлежался Иисусом. Он был рад. Потому что, возможно, что-то плохое было с Лазарем, раз его Иисус и воскресил. Если бы Лазаря душа была бы на небесах, вряд ли Иисус его воскрешал бы из мертвых. Зачем отзывать людей с небес на землю? А вдруг он вот сейчас вернется и, наоборот, нагрешит и пойдет потом после этого в ад. Зачем ты все испортил? Уже был на небесах, не надо отзывать людей. Как один мне евангелист рассказывал, что он воскресил один раз свою маму. Мама умерла у него, и он был с этим не согласен. И он стоял, молился и провозглашал, воскресни, воскресни. И в это же самое время мама его была уже на небесах. И Иисус ей говорит, видишь, как он верит? Видишь, как он молится? Если он не перестанет верить, ты должна будешь пойти на землю. И вы знаете, что он не сдался, он не перестал верить, и она воскресла из мертвых и сказала, сын, больше не воскрешай меня из мертвых, когда я умру. Знаете, некоторых людей мы радуемся, мы прощаемся с ним, мы радуемся, все. Их жизнь закончилась, слава Богу, хорошо. Слава Богу, они с Богом нехорошо. Мы переживаем за других. Не за мертвых, а за живых переживаем, чтобы у них не произошло беды. Вот она сказала, у меня все было хорошо. Но про Лазаря так не скажешь, потому что, когда Иисус пришел на могилу, он заплакал, он прослезился. Поверьте, что Иисус, он не просто видит внешне, он не просто реагирует, как реагируем мы. Умер, заплакал, знаете. Нет. Иисус всегда видел и духовный мир, кроме физического тела, которое не двигается больше, он еще видел, где душа. Написано, Иисус не вверял себя никому, ибо знал, что в человеке. Представьте, ты думаешь об Иисусе, вот ты стоишься Иисусом, и думаешь там, как странно он выглядит все это. Походу, он зубы не почистил там. У него на бороде какие-то кусочки, там рыбы или хлеба. Странно, он надет сегодня в разных носках. Или что-нибудь еще. Вот если человек просто думает, Иисус все знает, о чем ты думаешь. Когда к Иисусу пришла вот эта женщина, проститутка, она упала, умывала ноги. И знаете, там был один фарисей такой. И он прям такой, знаете, про себя думает. Если бы это был пророк, он бы знал, кто эта женщина. Только он закончил свою мысль. И Иисус ему говорит, Симон, слушай, хочу тебе одну историю рассказать. Вот два человека задолжали. Один задолжал там такую-то сумму, там скажем 100 евро, а другой 10 миллионов евро. И как им нечем было заплатить? Просто хозяин простил и того, и другого. Просто взял и простил, аннулировал их долг. Как ты думаешь, кто любить хозяина будет больше? Тому, кому меньше было прощено или больше? Он так подумал. Логично. Тот, которому больше 10 миллионов простили. Так вот Иисус, ему просто косвенно. Иисус не сказал, слушай, Симон, я знаю, о чем ты думаешь. Плохой ты человек. Плохо ты думаешь про меня. Он не сказал так. Потому что Иисус не такой человек, чтобы, знаете, колоть, обижать. Понимаете? Но он так скажет, развернет косвенно, что ты сам поймешь, подумаешь. И это такое нежное обличение ущевания тебе, чтобы ты увидел свое темное состояние и мог измениться и покаяться. Иисус ему сказал, я в курсе, я в курсе. И нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Аллилуйя. Деяние 2.24. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Смерть хотела удержать Иисуса в могиле, но Иисус воскрес из мертвых. Вы поверьте, что никто не может контролировать Бога. Вот у меня еще было одно послание перед проповедью. Сейчас во время проповеди я буду говорить к вам. Собирайтесь вместе. Я вам говорю, все, кто смотрит, и все, кто посмотрел, расскажите другим. Собирайтесь вместе. Я не призываю вам тысячными делать какие-то собрания. Двое-трое. Мы не идем против государства, против ограничений, но двое-трое собирайтесь вместе. Вы знаете, что некоторые вещи по интернету не сделать. И если, конечно, интернет как исключение. Вы на собрании сейчас находитесь и онлайн смотрите. Но это исключение. Это не должно войти в привычку. Не должно войти в привычку. Есть вещи, которые вы не сделаете по онлайну. Вы по онлайну можете познакомиться с будущим мужем, с будущей женой, но вы не можете по онлайну создать семью и родить детей. Не так ли? Правда? Есть некоторые вещи, которые вы не можете сделать по онлайну. Так и здесь. Если вы привыкнете к онлайну, что с вами произойдет, когда отрубят интернет? Все. Аппарат искусственного качания воздуха приостановлен. Что вы будете делать? А вы сами уже не умеете дышать. И все. И дьявол тебе скажет, умри, 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 умри. Все, тебе незачем жить. И ты духовно просто умрешь. Тебе станет неинтересно божественно. Церковь тебе станет неинтересна. Библия станет неинтересна. Молитва. Верующие станут для тебя странными и серыми людьми неинтересными. Поэтому собирайтесь. Иисус, когда воскрес из мертвых, Он и до. Он собирал людей. Большие толпы. Но Иисус собирал также и три человека. Он троих выделял. Взял Петра, Якова и Иоанна. Пошел на гору. А потом однажды даже он одного Петра уединился и спрашивал у него, Петр, любишь ли ты меня? Больше, чем они. Понимаете? Мы можем собираться. Если бы сегодня верующие так сегодня слушались бы, как слушаются правительства, все быстро маски одели, все быстро пошли, там много людей пошли, там прививки себе сделали, боятся так, и все прям новости слушают, чтобы не нарушить правительство. Слушались бы так лучше Библию. И Господа. И поверьте, когда я это говорю, я не говорю против правительства. Я говорю из ревности, что Бога вообще не слушают, но так слушают, что вот прямо говорит государство, государство. Когда ты будешь умирать, государство не будет с тобой рядом. Ты будешь один на один с вечностью. Государство тебе дало возможность жить и живи, но оно тебе никак не поможет, когда тебе будет одиноко и трудно. Когда Иисус был на земле, Он творил невероятные чудеса, и последующее чудо могло быть больше предыдущего. Так что у людей взрывался мозг. Так что даже фарисеи приходили и говорили, мы знаем, что с тобой Бог, потому что чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог. Никто, мы знаем. И Никодим так именно и сказал. Мы знаем, что ты от Бога. Мы знаем. Мы тебя не принимаем, конечно. И я ночью пришел, чтобы не засветиться к тебе. Мы знаем, что ты божественный. Потому что чудеса. Потому что чудеса. Чудеса были доказательством. Поверьте, чудеса не просто фокусы. Видишь шарик? Нет шарика. Поймите, Иисус не развлекал толпу. Он менял жизни людей. Представьте, если человек прокаженный, это означает, что он должен быть выброшен из общества. Если ты жил в семье, семья твоя должна тебя было исторгнуть, вытолкнуть из семьи. Ты не мог, потому что остальных мог заразить. Ты был заразный. Ты такой был весь противный. Ты не только страдал плотью, не только телом. У тебя там части тела отваливаются. Но ты и был исторгнут, и душевно. У тебя не было друзей. Ты был одинокий. Вот представь, Иисус менял жизни таких людей и давал им надежду. И снова возвращал их в семью, в общество. Аллилуйя. Самое большое чудо, это не просто твоя жизнь стала немного лучше. Это не просто прощение грехов. Это не только. И это не только исцеление от болезней. А то, что мы стали детьми Божьими. Вот что Иисус совершил на кресте. Он не просто простил наши грехи. Да, Он простил наши грехи. Но цель была не только прощение грехов. Цель Иисуса, приход на землю, Его рождение, Его смерть, Его воскресение, это были не только для того, чтобы мы не пошли в ад. Смысл был намного больше. Он был намного обширнее. Это для того, чтобы вернуть нас в семью. Вернуть нас к Отцу. Вернуть нас домой. Чтобы мы стали домашними, а не уличными, беспризорными. Мы раньше были беспризорными, духовно. Исайя 53 глава говорит, что все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу. Никто из человека не может сказать, я родился святым, и я всю жизнь прожил хорошо, добрым человеком, я был святым. А потом просто еще и уверовал. Знаете, из хорошей жизни, он еще и уверовал, и еще у него все хорошо. Нет. Есть наша жизнь до, и есть наша жизнь после. Есть жизнь до уверования во Христа, жизнь во грехах, в тех вещах, которые нам стыдно говорить, и мы не хотим, чтобы знали наши окружающие, и есть жизнь после Христа. Вот как Иисус, знаете, Он разделил нашу эру и до нашей эры. До рождения Христа и уже новая эра, когда Иисус родился. Он меняет жизнь человека Иисус. И вы знаете, его главная миссия была. Главная миссия, как отец сказал своему сыну, сын, иди и верни их обратно домой. Это была сложнейшая миссия. Это была сложнейшая миссия. И когда Иисус был воплоти и был обычным человеком на земле, и люди ни во что ставили, как бы обычный человек, ничего даже не подозревали, но Он нес на себе такую высокую, просто величественную миссию. Он возвращал нас к Отцу. Посмотрите, послушайте проповеди Иисуса. Он говорил об Отце. Однажды подошел один человек и говорит, о, там, о, ты такой хороший Иисус. Он говорит, никто не благ, как мой отец. Его цель была указать на Отца. Его цель была указать на правильный адрес. Мы, знаете, как будто нас чем-то огрели, мы потеряли память, и по жизни мы ходили как без памяти. А ты где живешь? Где прописано? Я не знаю. Я не знаю. Я ищу свой дом. Я не могу. Мы вот так вот, как бы образно говоря, ходили. Потом Иисус пришел, сказал, знаешь, я знаю твой адрес, я знаю твое имя, я знаю твою фамилию. Ты происходишь из царского рода. И немногие верующие сейчас скажут аминь. Мы происходим из царского рода. И никто не может сказать аминь. Иисус царь царей, Господь господствующий. И Он говорил нам, я иду к Отцу моему и Отцу вашему. Понимаете, как Иисус говорил? Он не говорил, Иисус, хотите научу молиться вас? Такие ученики такие, да. Молитесь так. Отец Иисуса Христа, сущий на небесах, засвятится имя твое. Нет. Он говорил так. Отче наш. Он обобщил. Он поделился. Понимаете, радостная новость, в чем была? Евангелие. То, что принадлежало Иисусу. По праву. А нам нет. Стало принадлежать тоже. Дом, который у Иисуса на небесах. Ну, знаете, конечно, это ограниченно скажено, дом. Потому что там небеса, мы не знаем даже до конца, что там. Размеры там точно, мы о размерах не будем говорить. Он нам подарил это тоже. Город, в котором мы будем жить, в котором мы ничего палец о палец не сделали. Мы будем жить там. Когда вы придете, вы придете в такие условия, что вы скажете, точно перепутали что-то, я не могу в таком жить. Это слишком для меня, А Иисус говорит, нет, 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 я всю жизнь мечтал, чтобы ты попал сюда. Понимаете? Все самое лучшее впереди. Говори это всегда себе, особенно, когда тебе плохо. Говори, когда сгущаются краски, когда твои брови только всегда нахмурены. Как одна сестра говорила постоянно, наш дом Россия, знаете, брови такие, наш дом Россия. Иисус вернул нас домой, аллилуйя! Не просто, знаете, многие люди, как говорят, Христос воскрес, не сами не понимают, что это значит. Просто классная фраза. Если мы действительно изучаем и понимаем, что значит Христос воскрес, это означает, что тот, кто исцелял, тот продолжает исцелять. Тот, кто воскрешал, продолжает воскрешать. Иисус сказал, я был мертв, и все живы во веки веков, и имею ключи ада и смерти. Вот в какого Бога мы верим. Никоторый был мертв, и тогда жил, две тысячи лет назад. Мы не просто говорим сейчас о людях древности, мы говорим о реальной, о реальной личности, об Иисусе Христе. И вот Иисус пришел на эту землю для того, чтобы беспризорных, для тех, кто ушел из дома, хлопнул дверью, ушел из дома и плюнул в родителям в лицо и сказал, я буду жить без вас, я буду жить лучше, на самом деле стал бомжом, конченным там и т.д. и т.п. И Иисус нашел и вернул домой. Вот как блудного сына. Я думаю, мы много сегодня услышали и получили. Но мы получили определенную ответственность. Опять же, каждую проповедь мы получаем ДЗ. Вы не думайте, что от вас ничего не зависит и вы ничего не должны. Если вы слушаете внимательно Слово Божие, вы услышите, что я вас призываю. Каждую проповедь ДЗ, домашнее задание. Если вы дома не проходите домашнее задание, то вы делаете неправильно. Могут быть проблемки. А в чем ДЗ, домашнее задание? Домашнее задание после проповеди размышлять, копать откровения. Господь. Мне сказали, я ребенок твой. Я согласен, но я не понимаю ничего. Как это так? Бог и я его сын. Вот начните так разговаривать. Начните подходить к Богу. Бог, открой мне. Просто открой мне, чтобы я нутром знал, что я сын твой. Не просто логически знал разумом, да, я сын твой. Ты мой отец. А чтобы я нутром чувствовал, что я сын. Чувствовал, что я сын твой. Сын любимый. Не тот, не сын, которого, знаете, там, родился, его спрятали куда-то. А сын любимый, которого он хочет всем показать. Похвастаться хочет сыном. Вот такие мы дети. Он хочет похвастаться. Какая у него большая семья. Отец наш хочет похвастаться. Иисус написано, что он будет с довольством смотреть на жертву свою. С довольством. Он сейчас на небесах получает массу удовольствия. Ему было очень больно. Так больно никому никогда не было, когда он умирал. Но сейчас он наслаждается. Потому что сейчас люди приходят и верят. Приходят и верят. Приходят и верят. И теперь они будут постоянно приходить и верить. И будут жизни меняться. Благодаря вот этой жертве, которую Иисус совершил на кресте. Теперь мы через веру в Него становимся детьми Божьими. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok